Привет! Гость нашей сегодняшней программы «Гараж» – поддержанный Mitsubishi L200. Отметим, что четвертое поколение L200 является лидером среди продаж пикапов в Украине. Интересно, чем же хороша эта модель и стоит ли связываться с поддержанными ее экземплярами? Mitsubishi L200 – настоящий пикап, кузов которого установлен на мощной лонжеронной раме, способной выдерживать повышенные нагрузки при движении по бездорожью, а также при перевозке тяжелых грузов. Отметим, что в 2010 году модель пережила рестайлинг, весомой заслугой которого, помимо эстетических преобразований, является увеличенная на 150 мм грузовая платформа. Благодаря этому можно внутри перевозить более длинные или ежегабаритные грузы. L200 представлен в принципе в трех модификациях – с одинарной кабиной, полуторной и сдвоенной. Вот в нашем варианте именно такие версии у нас продавались официально. Кстати, помимо официальных версий, в Украине представлены и так называемые арабы – автомобили, предназначенные для восточных стран. Внешне их можно определить по хромированному заднему бамперу, а на некоторых версиях присутствуют крепежные токелажные ручки для крепления грузов. Арабские версии главным образом покупались ввиду более доступной стоимости, которая обусловлена более простой комплектацией. Самое главное отличие в том, что в арабских версиях отсутствует второй аккумулятор, подогрев сидений, подогрев наружных зеркал, АБС, противотуманки, омыватели передних фар. Но главное отличие арабских версий – это отсутствие блокировки заднего моста и более простая полноприводная трансмиссия Easy Select. Нужно отметить, что покупатели L200 лишены возможности выбора двигателя. Дело в том, что эта модель оснащалась единственным силовым агрегатом – четырехцилиндровым турбодизелем, объемом 2,5 литров и мощностью 136 лошадиных сил. Это при том, что в 2008 году появилась более мощная версия этого мотора – 178 лошадиных сил. Но в Украину официально L200 поставлялись именно со слабенькой версией этого мотора на 136 лошадок. В принципе, как показал опыт эксплуатации, двигатель L200 зарекомендовал себя вполне надежно. Дело в том, что его в основе лежит проверенным временем агрегат 4D56, который конструкторы оснастили новой 16-клапанной головкой блока цилиндров и системой впрыска топлива Common Rail. Как показал опыт эксплуатации, мотор L200 неплохо переваривает нашу солярку. А вот система вентиляции картерных газов может побеспокоить. Где-то пробегу в 80 тысяч километров может забиться клапан EGR. Кроме того, где-то при таком же пробеге необходимо производить чистку радиаторов системы охлаждения и кондиционирования салона. Сигналом к этому послужит повышенная рабочая температура двигателя. Но самая дорогостоящая процедура при пробеге в 80 тысяч километров – это плановая замена ремня ГРМ. Дело в том, что он меняется вместе с гидронатяжителем, роликами, а также ремнем и роликами балансирного вала. Где-то только запчасти обходятся около 400 долларов. По сравнению с предшественником, подвеска Mitsubishi A204-го поколения немножко изменилась. Передняя подвеска, как и прежде, двухрычажная, но вместо торсионов создатели поставили пружины. А вот конструкции задней, как и прежде, установлен мощный неразрезной мост. Такая конструкция обеспечивает пикапу высокую грузоподъемность. В задней платформе можно перевозить грузы массой до одной тонны. Оборотная сторона медали – это жесткость. Нужно отметить, что незагруженный автомобиль очень жестко реагирует на неровности. А на высоких скоростях это негативно сказывается на устойчивости и управляемости. Хотя нужно отметить, что такой автомобиль изначально покупается не для комфортной или активной езды. Как показал опыт эксплуатации, подвеска L200 зарекомендовала себя достаточно долговечной. Так, например, стоки стабилизатора способны выдержать пробег около 100 тысяч километров. Шаровые опоры около 150, а целые блоки рычагов до 200 тысяч километров. Чаще придется менять лишь втулки переднего стабилизатора. Это происходит при пробегах около 20-40 тысяч километров. Обратите внимание, что периодически нужно регулировать развал схождения передних колес. И при этой процедуре могут возникнуть определенные сложности. Дело в том, что со временем намертво закипают регулировочные эксцентриковые болты. Поэтому их рекомендуется периодически смазывать. А вот задняя подвеска, несмотря на мощную конструкцию, способна доставить неприятности. Так, при частых перегрузках, после пробега в 60 тысяч километров, могут треснуть рессоры. А после пробега в 70 тысяч километров, прийти в негодность задние амортизаторы. Для L200 предназначалось два типа коробок передач. Традиционная механика и автомат Invect 2 с адаптивной программой управления, способной подстраиваться по стилю езды и в зависимости от этого изменять момент переключения передач. Как показал опыт эксплуатации, в принципе, обе коробки передач зарекомендовали себя вполне надежными. Кроме того, для L200 предназначалось два вида полноприводной трансмиссии. Это Easy Select, которые оснащались базовой версией и арабы, с жестким подключением переднего моста. В этой трансмиссии отсутствует мизошевой дифференциал. Поэтому полный привод рекомендуется задействовать только на скользком покрытии или на бездорожье. Для более дорогих версий предназначалась более дорогая трансмиссия. Это Super Select. Как раз у этой трансмиссии есть межосевый дифференциал. И он позволяет ездить на полном приводе даже по твердым дорогам. Еще одно преимущество данной трансмиссии – это наличие блокировки редуктора заднего моста. Для преодоления сложных участков дороги, как утверждают владельцы L200, этот автомобиль, особенно в паре с зубастыми шинами, способен показать чудеса проходимости на бездорожье. Кстати, в ходе эксплуатации трансмиссия может побеспокоить. Так, после пробега 80 тысяч километров могут дать течь передний или задний сальник хвостовиков раздатки. Кроме того, после 80-100 тысяч километров способна прийти в негодность подвесная опора карданного вала. Крестовины карданных вала способны выдержать пробег около 120 тысяч километров. И то это при условии регулярного шприцевания, ну то есть смазки, каждые 10 тысяч километров. Кроме того, при таком же пробеге необходимо шприцевать и шаровые опоры передних рычагов. Кстати, слабое место автомобилей с трансмиссией Super Select – это вакуумная муфта подключения переднего моста. Дело в том, что она размещена снизу под передней осью и при езде по бездорожью ее легко отломать. Поэтому опытные владельцы советуют дополнительно установить мощную металлическую защиту моторного отсека. Мнение о том, что пикапы неудобны – ошибочно. Галерка L200 вполне удобна. Запас места для ног задних пассажиров достаточный даже для высоких людей. Центральный тоннель пола небольшой. Есть подлокотник с удобными подстаканниками. Кроме того, за откидывающей спинкой задних сидений есть мини-багазник со штатными местами для домкрата, баллонного ключа или же любой другой мелочевки. Салон L200 выглядит привлекательно. Качество пластика в принципе среднее. Он достаточно жесткий, но при этом не скрипучий. Обшивка отличается неплохой износостойкостью. Обзорность вперед отличная за счет высокой посадки, а вот к заднему габариту из-за большой длины кузова придется привыкать. Единственное замечание в качестве пластика – это со временем стирается серебристая краска с внутренних дверных ручек. Как правило, это происходит на чаще всего использующих передних дверях. Каждые 40 тысяч километров пробега владельца L200 ждут серьезные растаты. Дело в том, что в это время необходимо менять смазку в целом ряде агрегатов. В частности, в переднем и заднем редукторе, раздаточной коробке, а также обоих типах коробок передач. Митсубиси L200 для тех, кому нужна выносливая рабочая лошадка для перевозки различных грузов, а также для любителей активного отдыха на природе вдали от оживленных мест. В целом, надежность L200 неплохая, но в обслуживании он обходится недешево. И если же поддержанный L200 вас заинтересовал, то более подробную информацию об этом автомобиле вы можете почитать в журнале «Автоцентр» или же в планшетной его версии. Пока! До скорых встреч с другими не менее интересными автомобилями! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова